Андрей Андреевич, расскажите пожалуйста о порошке чандан и джагар, если правильно его назвали. Есть ли он в продаже в нашем магазине и где именно? Спасибо за ответ. Насколько я знаю, порошок чандан есть в нашем магазине. Это порошок, сделанный из разных специй индийских. Порошок чандан, его используют в ходе того, когда человек читает какую-нибудь мантру. Допустим, если человек многократно произносит ом-мондро, и после этого сто раз произносит ом-мондро, смешивает со слюной порошок чандана и ставит точечку у себя на лбу, то в том случае, если его начинают люди видеть, то он обретает в их среде сумасшедшую привлекательность. Таким образом, точка, которая делается при помощи порошка чандан, делает человека умнее, очищает. А если вы знаете мантру и ставите точку, то тогда еще и имеет определенные магические свойства. Вот так. И все присутствующие. Здравствуйте. Пожертвование внесло. Вопрос. Чем мне заниматься в жизни, чтобы денег появилось достаточно много и была хорошая работа? А нужно просто понять, вы хотите работать или чтобы денег много появилось? А ну-ка скажите, есть ли люди, которые работая на кого-то, смогли заработать сумасшедшие огромные деньги? Давайте я вам скажу. Как правило, такого не бывает. Дело в том, что во власть вы не проникнете, потому что там чьи-то дети, а также у вас нет таких качеств. Ну, кто-то же у власти находится. Но тех людей, которые у власти, их же недостаточно много. И очень часто человек задает вопрос, Андрей Андреевич, как мне стать богатым? Я могу сказать, что это неоднозначный такой путь. И для того, чтобы этот путь все-таки пройти, человеку необходимо начать вот с чего. Я могу сказать на 100% то, что делает многих людей богатыми людьми. Это два качества. Первое качество – это трудоспособность. И второе качество – творчество. Я считаю, что человек творческий, он в дальнейшем будет обязательно богатым. Но развить у себя творчество несложно. Я могу сказать, что необходимо заниматься творчеством и подходить к бизнесу или к чему-либо творчески. Также я могу сказать, что мы перешли как раз в тот период времени, когда любое изготовление чего-либо человеком является преимуществом. И человек, который на сегодняшний день станет сам производить хоть что-либо, просто делать это начнет, стараясь делать это более-менее похожим на то, что уже существует. Допустим, приехал на морской курс мужчина и говорит, мы начали делать консерву, тушенку, у нас есть предприятие, есть еще что-то. И мы, в общем-то, очень неплохо начали зарабатывать. Андрей Андреевич, большое спасибо, потому что вы посоветовали заниматься тушенкой. Я попробовал тушенку, она очень вкусная, прямо очень вкусная. Скажите, если тушенка вкусная, ты будешь ее второй раз покупать? Ну, конечно, и второй, и третий. А если люди, которые любят тушенку, я могу сказать вам, что есть люди, которые любят тушенку. Это бывшие военнослужащие, люди, которые там заморачиваются приготовлением пищи. Это холостые мужчины, которые купят банку тушенки, сварят там кашку какую-то и после этого хорошо покушают. То есть нет смысла там ожидать, варить и так далее. Естественно, чем нужно начать заниматься? Начните заниматься творчеством. Также найдите мои советы, которые указаны на сайте dujko.guru. Там есть советы по развитию надсознания, а также по развитию быстрого сознания у человека. Там их 10 этих советов. Вот используйте все вот эти методы, все 10 советов для того, чтобы развить свое сознание, сделать так, чтобы оно было у вас более быстрым, более эффективным. Чем может человек заниматься? На сегодняшний день человек может заниматься всем, если он этого хочет. Человек говорит обычно, Андрей Андреевич, а у меня ничего нет, я не знаю, с чего начать. Ну, пройдите мой семинар, который называется «Эзотерика в бизнесе». Купите семинар, который называется «Советы по привлечению денег». Как он называется у нас, концепция бизнеса или как у нас этот семинар называется, не помните.